добрый день всем любителям градостроительных стратегий у микрофонах и и мы с вами продолжаем знакомиться с бета-версией форст панк 2 предыдущей двухчасовой серии мы с вами что успели сделать мы с вами успели построить индустриальный район успели построить добывающий район вот здесь вот мы типа лес замороженный добываем говоря да я только часто подумал о том что тут как бы теперь все вот эти вот ресурсы они как будут превратились такие в условный supply то есть в первой части там условно говоря дерево было отдельным ресурсом то я так понимаю сейчас здесь до железо лес это все вот materials какие-то материалы ну возможно они там дальше в цепочке необходимы для каких-то производства пока что видимо мы до этого не добрались и также в предыдущей серии у нас тут произошел раскол во фракциях у нас появились две новые фракции это местные адептус механикус технократы и местные хотим назвать их ледорожденными ну короче говоря фракция ледяная кровь такие вот дела и еще на нас надвигается белая мгла которая уже буквально тут произойдет через через 20 дней вот нам нужно успеть подготовиться к этому моменту принципе у меня все неплохо вот единственное что до угольная у нас работает на максимум с реальной еще мощности не хватает на ее можно и расширить если что вот мне нужно с домами решить как бы вопрос то есть мне во первых у меня есть один район который не расширен да на максимум до вот этот новый район который я построил 150 стоит расширить вот и мы по-моему еще изучили субсидированный жилой блок и кстати говоря я я видимо как-то неправильно в предыдущей серии перевел то есть то есть я думал что с каждого дома мне будут давать денежку термоштампы а это вроде как записано в требованиях по идее то есть по идее это наоборот будет вычитать вычитать у меня какие-то деньги вот с деньгами тут так скажем ну это важный ресурс и я пока что не до конца понял как лучше его фармить как лучше его получать естественно это мы можем получать только жителей и больше ничего вот что еще что еще вот кстати говоря к вопросу о том что блин выпускать эту игру в июле это так скажем не очень идея ну на самом деле все равно когда они будут выпускать и вот но вот допустим у меня сегодня плюс 15 за окном солнышко весь день светило а тут как бы холодная зима и ну ну не атмосферно вообще не ну нет атмосферно лад не буду брать атмосферно но если бы и за окном было бы зима то это бы атмосфера бы конечно усилила усиливалась в сто крат такие дела повторил мысль наверное который уже говорил ну да ладно давайте короче продолжать продолжаем копить деньги у нас по моему идет какое-то исследование да у меня изучается сейчас изоляция домов это хорошо пусть изучается у меня вот это кстати говоря вопрос немножко напрягает связаны с углем но у меня тут ресурсы должны собрать течение семи недель 10 тысяч сколько там человек работает а это они видимо идут да это они возвращаются транспортный конвой хорошо хорошо а это кто что а это не командир гражданин литтлберри 47 лет эти разведчик отправиться на неизведанную территорию чтобы но ведь наши карты найти полезные места под зубучим снегом она эти короче отправляются все файс то есть они теперь видите это отображаются но и в первую часть помню тоже отображалась кстати говоря знаете что по поводу кстати говоря вот этой вот атмосферы и так далее я тут короче говоря посмотрел сериал где-то уже месяц назад называется террор по книжке симмонса которая в свою очередь написана на реальной истории пропавшей английской экспедиции морской вот и короче книжка написана в жанре как-то там называлась крипты крипты история это короче говоря когда берутся какие-то события исторические чё что что простите вежливо не помогло пограю пора устроить неприятности считаете что айсблады чем-то недовольны о чем вы недовольны айсблады и что 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 я сделал не так что вы стали чем-то недовольны так вот чё я хотел сказать то то есть это жанр да крипто история когда берутся реальные какие-то факты исторические события но вот допустим там в этих событиях есть какие-то пробелы или какие-то допустим теории заговора и короче говоря автор вот условно говоря добавляет какие-то мистические события чтобы типа объяснить что что же там на самом деле произошло вот наверняка условно говоря про перевал дятлова то же самое можно найти там и произведения и книги и игры кстати говоря выходила по моему халат называлась там же тоже то же самое да то есть по факту классическая крипто история да где берутся известные события и вот они интерпретируются с точки зрения авторов так вот к чему это все сериал конечно неплохой но местами видно что бюджета ему не хватало и короче говоря решил почитать книжку но отложил ее отложил ее до зимы потому что хочу прям потому что и в отзывах там люди пишут что типа это супер атмосферная вещь но лучше читать ее зимой когда у тебя условно говоря за окном там дует ветер и типа ты сидишь и читаешь и лучше понимаешь героев романа вот так что как-то так рекомендую кстати говоря но наверное книжка интереснее я предполагаю что даже так оно и есть протестуют люди типа за на нас и наших детей что такое так ничем то они там недовольны так а здесь все во льдах да тут как-то бонуса от тепла совсем нету что довольно удивительно ладно давай здесь расширение я сделаю так а где-то же у нас вон там что что-то они мне там должны сказать что они там но недовольны где у нас еще есть уголь а вон там уголь есть на карте давайте надо на короче наверное на всякий случай вот туда прорубиться вот я думаю что это важно будет так чё у вас тут случилось скептики вы мои ледяная кровь начинает протестовать стюарт ледяная кровь все больше скептически относится к тому направлению в котором вы ведете город теперь они решили протестовать заблокировать всю активность в районе смысле в производстве еды вы серьезно это город меняется к худшему еще больше подобных решений это поставит под угрозу все за что мы выступаем они требуют чтобы вы отменили поддерживаемый карантин они будут продолжать протестовать до тех пор пока вы не уважите их требования или не заставить их разойтись да вы чё псы позорны им так же они так же не любят обязательно школу принимают всех а им так же не нравится вот это вот обязательная школа то что типа мы принимаем всех ну те кто приходит к нам в наш город и урожай на похоронах это вот то что типа для исследований да мы используем трупы потом их сжигаем то есть что можно сделать во первых отмена поддерживаемая карантина во вторых игнорировать отправить охранников на подавление но мне нужно 24 это не работает и что-то там объявить военное положение требуется чтобы стюард мог объявить чрезвычайное положение объявить чрезвычайное положение невозможно активировать а ну вот эта часть кстати говоря игры пока что недоступна это вот четвертая четвертая ветка исследований которая полностью закрыта на данный момент так если мы типа их проигнорируем что случится разберемся с ними позже протесты разойдутся если вы улучшите отношения до нейтрального так а этот вариант ответа безокровно требует отмена поддерживаемого карантина у меня есть 20 недель чтобы сдержать обещания за это время протест не распространиться других это обещание может заволновать припел отмена поддерживаемого карантина а чё тебе не нравится-то ё-моё ну вот так если подумать что тебе не нравится традиции традиции ну давайте попробуем поддерживаем карантин убрать угу уа а они там реально там типа стоят вообще бастуют и этот тип не работает класс и нуждать мы не можем потому что блин еда наверное важно Блин, нашли что заблокировать на самом деле. Так, давайте почитаем про протесты. Фракции могут участвовать в протестах, если они имеют с вами негативное отношение, выступают против текущего духа времени города. Протестуя, они намерены выразить свое недовольство некоторым законам и зданиям в городе. Вы можете закончить протесты различными способами, например, переговорами, улучшением отношений или использованием отрядов охраны для их подавления. Переговоры, прекращение протеста в выполнении вашего обещания приведут к исчезновению всего протеста. Однако вы можете вести переговоры только один раз в рамках любого отдельного случая протеста. Если вы не выполните свои обещания, они больше не захотят вести переговоры. Альтернативно, вы можете отправить отряды стража на подавление протестов силой. Ну, типа, другой способ. Это, типа, повысить отношения. Типа, все протесты могут начаться в любой момент. Пока протесты действуют, протестующая фракция отключает любой район, в котором они начинают протест или на который распространяется, увеличивает напряжение в каждом затронутом районе, получает влияние на районы, на которые они распространяются и будут участвовать в негативных событиях для города. Протесты могут быстро распространиться на другие места, будут сосредоточены на округах, которые могут серьезно повлиять на добычу ресурсов. Поэтому они считают, что могут заставить вас внести изменения. Чем больше рвения у фракции, тем на большее количество округов она может распространить свой протест. Помните, что будущие протесты немедленно начнутся во всех округах, в которых протестующая фракция имеет влияние. А как понять, в каких именно, типа, округах фракция имеет влияние? Так, чисто ради интереса. Так, ну что там? Блин. Чего у меня стоит? А, так подожди, это не, это даже, это даже не отмена, это, типа, надо сделать так, как они хотят? Типа, заразные люди будут в итоге носить, типа, значок, что ты больной дурачок. Ну, а как это еще назвать? 25 поддерживает, 18 против. 57 неопределившихся. Давайте пробуем. Ну, кстати, вот это я что-то не обращал внимания, это, типа. Типа, доверие какое-то, да? Ну, давайте, что, голосуем. Хотите бейджики носить? Будете носить бейджики, значит. А, required, 51, это, типа, а. То есть, типа, кто-то может не голосовать, я правильно понимаю? Или что? Или как? Все, требования удовлетворены. Вы сдержали слово, теперь они смотрят на ваше правление, более позитивно считают вас честным лидером. Отношения улучшаются, доверие растет. Я вижу. Да, кстати, говорят, тоже мне писали в комментариях, что, типа, зачем ты IC переводишь, как, типа, я вижу. Потому что это, скорее, можно перевести, как я понятно, или я понял, и так далее. Ну, я в курсе, я в курсе. Просто это, знаете, как выглядит, как будто я такой... Я, конечно, ну, в этой игре ты всего лишь, условно говоря, стюарт, да? Ты даже не капитан, как в первой части. Хотя там тоже против тебя могли, там, поднять восстание, отпинать. И повести на эшафот, и заморозить тебя до смерти. Вот, каким-нибудь водяным паром. Вот, здесь, как бы, я являюсь главой вот этого города, поселения. Но я все равно стюарт. Но в любом случае, я себя ощущаю, как будто, типа, этот... Я вижу, типа, я... Это, 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 как, знаете, что, типа, я в курсе всего, что здесь происходит. Это все в моей власти. Вот, поэтому IC. Убирайте свою эту. Notworking. Что значит, notworking? Stop the protest. Вот, действительно, валите оттуда. Стоп за протест. Он, кстати говоря, расширил район, и все. Мне сразу же все хватило. Кстати говоря, могу еще раз его расширить. Давайте, кстати, тогда, пока... Суть до дела. Так, я хотел до угля расшириться. До вот этой точки. Блин, а мне бы еще вот это бы место расширить. Но это все стоит... Определенных денежек. Ладно, давайте вот с этого места начнем. Угу. Потихонечку вот так вот будем делать. Так, они что там добрались? А, вот. Мне привезли. Да, собрали. Собрали угля, собрали материалов. Так, получается, пять человек у меня сейчас есть свободных. Ага, тут могут только десять работать. А здесь... А здесь как раз таки пять. А здесь работают, ребята. Здесь ребятки работают. Ну, значит, им делать нечего. А здесь... А, ну сюда десять человек отправилась. Там все в порядке. Так, у нас сейчас что изучать? А, ну я там изоляцию домов. А вот потом, а надо будет тогда... Вот этот вот... Да, логистик бейс я хотел поменять. Вот. А по поводу... По поводу той ветки, которая, типа, только... Ну, только я там могу какие-то... Ну, вот видели, да? То есть сейчас начался протест. И я там мог объявить военное положение. Это вот... В четвертой ветке в Конгрессе. Есть такая возможность. Но четвертая ветка там полностью закрыта. Ее, считай, нету. Все, закончили протесты. По домам. Вернее, не по домам. На работу. Отрабатывать. Что там случилось у вас опять? Джон Барри, 33 года. Кто ты? Фелдер. Фелдер. Сварщик, что ли? Удивлен, что Стюарт сдался. Типа, переговоры с противникой. Как Стюарт поддался этим сумасшедшим? Значит, все, что нужно, это кричать достаточно долго и достаточно громко. И вы добьетесь своего. Тогда, возможно, нам тоже стоит это сделать. Технократцы становятся более радикальными. Потому что управляющий вел переговоры. Типа... С... С их оппонентами, получается. Их пыл увеличился. Ну, ладно, чё. Та ё-моё, серьёзно? Теперь вы тут недовольничать будете? Так, а что если мы? Почему вот это, кстати, не работает? Технократцы будут использовать свою... Свои когнитивные машины, чтобы значительно ускорить ваши исследования. Требуется больше доверия. А-а-а... То есть тут ещё и вот оно чё. Уберите один из трёх вариантов, чтобы пообщать что-то, что будет способствовать развитию мировоззрения собирателей. Пусть фуражеры выберут следующий закон для голосования. Финансируй проекты, полезные для своего общества. Чем больше их населения, тем больше тепловых марок требуется для их финансирования. А это что? Попросите собирателей внести все возможные на благо города. Чем больше их населения, тем больше тепловых марок. А, тут ухудшится отношение. Поблично заявить о поддержке этой фракции. Их число вырастет, они получат ещё 6 мест в Совете. Назначенные отряды стража, чтобы они проникли в их ряды, повлияли на их действия. Уменьшив их пыл, требуется 72 отряда стража. А что значит увеличив... А, ну вот это вот, наверное, пыл, да? Рвение слабое. Измеряет количество активных радикалов внутри фракции. Эти радикалы увеличивают напряжение, но их можно призвать к совершению особых действий. Високое рвение также может привести к насилию и даже к гражданской войне. Ну, пусть давайте дадим им обещание в Совете. А, а вот здесь вот рвение вообще нету. А у этих рвение тоже, типа... У них вообще нету рвение теперь. Ты же правильно понимаю? Да. У этих тоже тут нет никакого рвения. Ну ладно, пусть вот они, типа этот... Следующий закон. Всё, установят повестку для следующей сессии. Тут нейтральные. Тут нейтральные. Ну, всё нормально. Всё, этот, разобрались, как бы... Вообще нормас. Тут, кстати, расчистили? Расчистили. Давайте-ка... Ещё тогда расчистим. Вот. Как-то так едем дальше. Так, мне кажется, сейчас у нас вот здесь начнётся проблема, да? Потому что... Да, тут пустой слот. Это у нас индустриальная штука. Нет, подожди, это экстрекшн. Это экстрекшн. Так, а здесь у нас стоит... Механическая вот эта вот... Пилорама. Так. И тогда сюда... Так, подожди, это у нас экстрекшн, да. Надо тогда сюда что добавить? Ну, вот эту вот штуку, да? Чтобы больше, условно говоря, ресурсов... Можно было сюда добавить. Только это стоит 150. Просто, видите, сейчас это накопится. И пойдёт дальше. Можно, конечно... Я так понимаю... Можно либо выключить вообще полностью. Либо ввести... В полсмены. А если выключить... Ну, типа, да, вот видите, я на паузу поставил. И всё, нормально. Пока у меня не будет, условно говоря, 150. Тогда можно даже не соваться. Так, ну здесь тоже расчистили. 376. Блин, походу надо всё-таки... Строить сейчас. Инстракшн дистрикт тоже 120 требует, да? Кстати, не понимаю, тут вообще места хватит или... Давайте тогда ещё, наверное. Блин, ну если я сейчас ещё 50 потрачу... Да хватит, наверное, мне места. В чём проблема-то? 120 надо, да? Да ё-моё, чё вам опять-то не нравится? Просто с нифига начали бурчать. Так. Сессия делегатов, да, начинается? Что там за закон? А, рабочие места с вами определяют своё рабочее время в зависимости от своих конкретных потребностей. Ну, типа, за 31, против 39. Ну, там же по факту обещание просто, да, чтобы проголосовать. Что они выносят вопрос. Давайте голосуем. Я просто... У меня же там какая-то там штука-то стоит. Давайте проголосуем. Я даже ничего делать не буду. То есть, если оно не выгорит, то как бы и ладно. Ага, вот видите, allow, reject, отклонён. Отклонён, это не моя вина, как бы, да? Абсолютно не моя. Так, ну что ж, давайте делать ещё один... Часть с Extraction. Будем здесь тоже добывать уголь. Так, и теперь нам надо накопить... Так, индустриальный район. 150 нужно накопить для хранилища. Вот этих вот штук. А ещё мне нужно индустриальный район, по-моему, расширить, да. Или поставить туда какое-то здание, которое будет увеличивать производство. А оно, кстати, будет увеличивать производство. Так, скоро там тоже и регион изучат. О, всё, сейчас начнётся... Что-что? Что было написано? Я не успел прочитать. И, блин, а можно какой-нибудь... Типа, список... Список событий где-нибудь посмотреть? Которые только что происходили. Есть тут какой-то... Это что-то я не вижу. Ну ладно, допустим. Так, все в домах у нас. Замечательно. Значит, всё хорошо. Значит, всё хорошо. Вот, 180 начинается. Всё, сейчас должна... Белая мгла прийти. Почему белая мгла, кстати, не понимаю. Потому что, как бы, это же вроде буря была. Всегда. Буря белая. Почему это теперь мглой стало, я не понимаю. Так, чё тут? Эрнест Бевин, 37 лет. Монтажник тепловой трубы. Слушает вой ветра. Хм. Звучит, как настоящий... Какой-то белтер. Думаю, мы сегодня никуда не пойдём. Не люблю вертеть пальцами, но это к лучшему. До принятия нового закона о сменах Иви всегда беспокоилась, что я не вернусь. Как бедняга... Бенезер. Примёс к трубе, как настоящая сосулька. Но это в прошлом. Теперь мы живём, чтобы сражаться, типа, за следующий день. Мы всегда можем всё исправить завтра. Смена с учётом погодных условий обеспечивает безопасность. А, то есть сейчас как бы... Сейчас как бы мы начнём подмерзать. И я так понимаю... Никто работать не будет. Это плохо. Насколько... Насколько мне хватит тепла? Одиннадцать недель. Ха! Одиннадцать недель. Так, интересно, интересно. Стоп, подожди. А кто... Кто вот это вырубил? Это я вырубил, что ли? Лол. Лол. А как это случилось? Как я мог это вырубить? Или я... Или я когда-то спецом это отру... Блин, я, по-моему, это спецом когда-то отрубил, когда у меня, по-моему... Или, может, я между сериями там что-то тыкал и натыкался. Так, подожди, у меня пятнадцать разведчиков. Во-первых... Во-первых, почему опять не было сообщения, что они исследовали нужную мне точку? Во-вторых, давайте смотреть, что мы здесь нашли. Индустриальный караван. Это снаряжение должно быть принадлежало старателям или исследователям, пришедшим сюда до нас. Некоторые из них были искривлены, раздавлены движущимся льдом. Но мы нашли много полезных вещей. Можно забрать ресурсы. Ага, это десять этих ядер. Так. Хотя это пока оставим. А здесь, смотрите, как будто... Прикольно, кстати говоря. То есть это лед. Такой. А здесь что? Ложка... Спун, это ложка же? А спунфул? Ну, короче, ложка, что-то типа... Ну, ойл, но, наверное, это все-таки нефти. Еще один день, еще один замороженный труп. Что-то в этом заставило нас задуматься. Опухший, раздутый живот, здорового мужчины, черная жижа текла изо рта, скапливалась на груди. Нефть. Он был утоплен в нефти. В ближайшем медицинском журнале были записаны его жизненные показатели. Странная запись внизу вызывала мрачный оптимизм. Пусть мы снова найдем его через черный источник. Все знаки указывают на юг. Ну, то есть, я так понимаю, в лоре игры люди, ну, нефть не знают, что такое. И видите, они, получается, то ли ее пытаются пробовать или что, или как они это делают. Так. Сколько мне нужно человек, чтобы отправиться дальше? Sea of Ice. 10 человек, да? То есть, мы по-прежнему как бы по льду идем. Да, огромный, относительно плоский, замерзший водоем, простирающийся настолько далеко, насколько хватает глаз. Безопасная территория. Ну, все, давайте, да, запускаем экспедицию. Все, а отсюда давайте вытащим ресурсы. Все, прекрасно. Так, а почему я до сих пор не поставил ничего изучать? Наверное, потому что у меня денег не было. Или потому что я забыл. Так, ну, деньги сейчас есть. Этим надо пользоваться. Так, логистические пути. Вот, как раз вот эти вот будут ребята счастливы. Эти, айсблады. Авангард, логистик, бэй. Автоматические. Все, разрабатываем обратно. А, ну, блин, они и так уже довольны и так-то стали. Более или менее. Так, это вот что? Это у нас... Здесь таскают еду еще 28 недель. А здесь у нас никто не работает. Тут можно уголь добывать. Здесь у нас, условно говоря, новая экспедиция. Мне вот немножко вот странно. Вот, то есть у нас сейчас экспедиция закончила исследовать вот этот район. А почему люди из этой экспедиции, они автоматически как бы отправляют... Ну, то есть... Это как-то странно. То есть, смотрите, вот отсюда забрать ресурсы. Я нажал. То есть, 5 человек начали возвращаться отсюда домой. А почему вот эти 10 человек, которые пошли изучать новый регион, они как бы сначала автоматически появляются на базе. Потом, типа, рисуют какую-то карту и только потом отправляются вперед. Но ведь они же здесь находились где-то. Вот это, конечно, минус. Это, конечно, минус. Было бы прикольно, если бы они, условно говоря, сделали бы, что, допустим, командам исследователей нужно через какое-то количество, там, ну, недель, дней надо было возвращаться на базу, пополнять ресурсы. Они же не с пустыми руками выходят в экспедиции. Или, допустим, они бы там где-то могли делать аванпосты, чтобы пополнять ресурсы, не возвращаясь домой. Вот это было бы интересно. Вот это был бы какой-то новый... Новый... А как бы новая надстройка над геймплеем на вот этой большой карте. А так это выглядит странно, да? То есть вот отсюда... Вот мы прибыли в этот регион, значит, ресурсы отсюда как бы команда сразу уносит. А другая команда почему-то автоматом возвращается как бы в город. И начинает движение отсюда. Странно? Странно. Конечно, странно. Так, здесь у меня... Это склад или что? Нет, это не склад. Тоже надо вот это тогда расширить, потому что еды сейчас будет дофига. И надо 120, да? А, нет, сначала надо 50 на расширение. Сначала надо 50 на расширение. 168 сейчас, да, производят еды. Ну, видимо, будет производить больше. Так, и здесь тоже, да, начали добывать. Это хорошо. Это тоже хорошо. Вот, уже 69 недель. То есть, если даже сейчас что-то наступит, и у нас что-то отключится. А, на 190 неделю начало буря. А я ее жду. Я ее ждал. Вот, типа, она сейчас начнется. Так. Коль у нас тогда буря, давайте тогда надвигается. Давайте-ка вот это мы включим. Потому что, ну, как бы... Это, это вот, видите, у меня тут... Упало маленько количество. Нифига себе, как они прям сильно район перестраивают. Так, вот тоже, да, вот видите, уже значочек. А, ну да, то, что переполнено. Так, ну тогда пока выключаем. Пока выключаем. Сколько там производства идет теперь? Там было 100... Э, где картинка-то? Ладно, сейчас, короче говоря, надо здесь просто... Вот эту штуку добавить. Стоит 150. Стоит 150. Мне кажется, или там... Нет, это не кажется. А шторм настиг город. Ого. Ресурсный транспорт потерял свой груз... В белом тумане. Это... Это какой? А, это вот этот? Не-не-не-не, подожди. Это... Это не то, нет. Это просто... Это просто место. Ого, смотри, белая буря как... Отображается на карте. Или вот эти вот потеряли, я что-то понять не могу. А они смогут это, типа, вернуть или что, или как? Может, вообще всех надо отозвать? Они могут пог... Я просто не знаю, могут ли они погибнуть или нет. И вообще, может ли это произойти или нет? Тоже хороший вопрос. Да, вот видите, этот... Закончится через три недели. Обалдеть. А ничего, что мне 20 недель надо тут проторчать. Нет? Слушай, может тогда отменить вот это вот? Блин, они правда туда практически подошли. А как я могу это отменить? Походу, никак. Или как? Вот, cancel expedition. Здесь вот пять человек работает. Давай-ка вот-вот-вот вы. Начинайте-ка добывать. Так, ну они там... Они там точно потеряли? И вообще это теперь, да, никак мы... Не сможем добыть обратно. Ну, видимо. Кстати, а что по поводу... А, ну да, все нормально. Тут по дорогам они нормально будут. Ага, хватит на шесть недель. Ну, блин, это мало. Можно, конечно, подрубить вот эту штуку. Могут работать дольше. Это как бы подорвет доверие. Так, здесь я вот эту штуку отключил. И это как будто стало хуже собираться. Да, видите, требование тепла просто выросло в разы. И вот видите, оно модифайт, да? Видите, температура типа минус восемьдесят и плюс сто восемьдесят. Она требует выработки тепла. То есть, что можно сделать? Можно, допустим, вообще отключить. Вот, семьдесят семь недель. Все. То есть, вот это нам больше не требуется. То есть, вот уголь собирается. И нам хватит на семьдесят семь недель. То есть, нам можно будет не вводить какие-то допсмены. Ну, еды, я думаю, пока что... Да, тоже вот на сорок шесть недель мне хватит. То есть, вполне комфортно. Мы с вами должны это все пережить. Офигеть. Старый враг вернулся. Видите, тут чем-то недовольны опять. Чё-чё-чё-чё? Рейшн бункер. Скоро закончится. About to deplete. Насколько скоро закончится? 20 недель, 3 дня. Чё-чё-чё? Доставлять в город. Изменить пункт назначения. Ха, интересно. То есть, ты хочешь сказать, что город это не единственное место, куда можно будет доставлять какие-то припасы? То есть, это как-то... Как-то может работать иначе. Авангард лаги... Чё? Новый... А, ну какой-то новый загон. Фуражеры предлагают какой-то новый закон. Или что? Что происходит? Кстати, да, вот. Мы же ядра, кстати говоря, потеряли. Важнее, что компонент техники эпохи, предшествующей Великому Морозу. Они необходимы для монартизации генератора строительства современных зданий. Технология производства сопоставимого качества в нынешних условиях практически невозможна. Таким образом, вы можете тщательно... Таким образом, вы не можете произведить ядра. Должны обдумывать каждую инвестицию, что вы делаете с ядрами, поскольку они являются дефицитным ресурсом. Можете найти дополнительные ядра, только исследуя морозные земли. Ну, это окей, конечно. Вот, вот она, четвертая, да? Rule. То есть, это как бы наши какие-то именно действия, которые мы можем совершать. Видите? Пропаганда, политическая полиция. Какие-то тут законы. Но, видите, написано. Not available in this preview. То есть, это нельзя. Вообще никак. И ничего. Так, что у нас здесь? У нас все здесь по-старому. Тут, как бы, ничего нового. Или что-то появилось? А, ну, бейджики тут появились. Можно обратно, кстати говоря, сделать. Поддержка экспедиций. Ну, если сейчас я переделаю это, то там технократы возбудятся, а то они и так, как бы... Так, массовое производство у нас тоже выбрано. Вот это, по-моему... Подожди, или нет? Нет, это тоже выбрано. Окей. Так, а что, в чем тогда вопрос-то у нас был? Слушай, а можно, кстати говоря, да, обратно вот для технократов сделать? Эти, наверное, конечно, возмутятся. Где там у нас... Это общество, это школа. Так, это вот, наверное... Нет, это не выживание, а эконом... Вот, infection page. Давайте, короче, обратно сделаем. 26.18. 56 неопределившихся. Ну, давай, голосуем. Приняли. Ага, блин. И дома вот сразу же тут уменьшилось. Количество. Так. Housing. А сколько мне надо? Можно расшириться дополнительно. Раз. Два. Три. Давайте расширимся сначала. Ну, вот в этом, допустим, районе давай... А, нужно 120, да? Не хватит сейчас. Чё-чё-чё? Дела пошли лучше, когда им пришлось пойти и возродить поддерживаемый карантин. Ты так думаешь? Темень такая, конечно. Марион тоже так достаточно странно выглядит. Так, что у нас тут? Да ё-моё, опять. Чё вам надо? Нарушение клятвы. А, тем, что закон мы поддерживаем карантинность нового стиля. Они хотят напомнить вам. А ваши клятвы не отвините. Этот закон. Выполнение клятвы принесло значительную пользу среди их членов. Нарушение этого правила сейчас подтолкнуло их к враждебности. Как вы ответите? Господи, они чё... Они, блин, злопамятные теперь у нас, что ли? Ой, ладно, короче, обратно сделаю. Блин, они реально всё запоминают, твари. А-а-а, то есть это получается... А-а-а, я, 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 короче говоря, думал, что вот эти, типа, видите, две, две возможные ветки в исследованиях. Это, типа, ну, то есть ты вот исследуешь что-то одно и можешь выбирать что-то одно. А оказывается, нет. Оказывается, ты, типа, выбираешь предложение фракции что-то изучить. А здание можешь строить потом абсолютно разное. Я же правильно понимаю? То есть я сейчас могу... Вот у меня логистику бэй. А-а-а... Чё там с... То есть вот у меня сейчас автоматически, да, там что-то работает. А-а-а, ну да, вот оно. Вот оно. То есть мы вот так вот можем... Прикол. Прикол. То есть здесь... То есть здесь не так вот как в первой части, да, вот одно исследование сделал и всё. А здесь, как бы, вот видите, есть несколько направлений в исследованиях. Любопытно. Любопытно. Так. Время исследований... Декрест это, типа, у нас уменьшено. Да, получается. Петфайндер скаутс это разведчики следоп... Ну, типа, следопыты. Мы выберем наиболее подходящих кандидатов и обучим их элитным навыкам выживания, чтобы они могли адаптироваться. Стоимость исследования уменьшена. А исследование чего? А, ну, ты... Exploration cost. Ну, типа, это cost в количестве человек, видимо, да? А здесь именно время. Подразумевается. Будем изучать, а разведчиков использует перед... ...использование передовых технологий и методов для оптимизации разведки. А что, кстати, она... ...ничего не стоит? Ну, давай время исследования тогда изучим. Почему бы и нет. Сколько там? 14 недель. Тут 8 недель. Ладно. Так, тут у нас что, расширили? Нет еще? Так, ну, 17 еще, да? Осталось. Ну, надо, короче говоря... ...потратиться тогда на вот эту штуку. Или начать строить новый район. Как... Как... Что вы об этом думаете? Жилой, я имею в виду. Зачем в доту играть, когда есть фрустпанк 2? Так. Район. Вот этот. Housing District. Да, вот. Как раз мне 20 домов не хватает. Хотя сейчас, если... Если мы сейчас обратно... ...обратно примем закон... ...то как бы места-то увеличатся, в принципе... Ну, можно построить, я думаю, на будущее. Нормально будет. Тем более, видите, тут какие-то бонусы от тепла идут неплохие. В любом случае, вот это место уже ничем не застроить, да? Да. То есть, тут ни ресурсов, ничего. Тут в любом случае будут дома. А здесь, кстати, бонусы, видите, по теплу от двух районов сразу идут. То есть, вот это вот еще важно, да? Понимать, как строить районы. Наверняка после выхода... Да, вот видите, от генератора еще и больше идет тепла. Наверняка после выхода игры... ...поймем, как лучше это делать. Потому что, видите, я сейчас их какими-то полосами делаю. Возможно, кстати, это неплохой вариант. Так, на сколько нам хватит недель? Подожди, а почему... We'll last for three... ...for three weeks. А почему? Мы же смотрели то, что мне там хватит, это надолго. Так, ну допустим, тогда надо вот это тоже тогда расширить. Или здесь какое-то здание, допустим, построить. Которое увеличит выработку. ...выработку... ...80, да? Нужно. Одна неделя. 68. 68. Ну давай. Сейчас ее только еще сделают. Не сразу. Да, видите, выработка тепла упала. Так, а давай тогда знаете, что сделаем? А, вот это я выключил, да? Можно, конечно, разведку полностью отключить. А, так да. Они же там тоже мне написали, что не заблокированы штормом. А, так им... А им тепло не требуется. Им тепло не требуется, им вообще пофиг на это, на все. Угу. Угу. Так, ну у нас проблемы. В общем, большие. А это-то почему опять отрубилось-то? А, все, я понял. Я понял, чем отрубилось. У нас эта штука не работает, потому что я вырубил вот эту. Создание материалов. Оно требовало их производства. То есть, одно завязано на другое. Типа следите за уровнем холода, когда вы играете. Высокий холод повышает напряжение, болезни, снижает рост популяции. И, типа, ну, типа замерзшие люди могут умереть. Окей. Так, подожди. А вот у меня было же исследование на изоляцию домов. Вообще работает? А, ну да, снижено требование. Да, было у меня такое дело. Подожди, а что у меня вообще, что ли, ничего не работает-то или что? Вот это я, конечно, накосячил. Очень так неплохо. Я вот понять не могу, оно работает или оно не работает. Ну, благо тут как бы чуть-чуть осталось. Всего тут 20 недель. Ну, конечно, косяк такой здоровенный. Так. Так, ну, материалы пошли. А это значит, у меня вот эти штуки заработали. Че там, че там опять? А, изучили мы, да, вот эти вот... Понижение, да, времени исследований. Скаут-хэдкотерс. Штаб-квартиры скаутов. Как должна быть построена команда наших разведчиков? Штаб... Ну, типа, выживальщиков. Логистический район. Операционная база, где отбираются, тренируются небольшие группы закалённых разведчиков для исследовательских экспедиций. Стоимость экспедиции снижена. Скорость исследований увеличена. Ага. Это уже 200 стоит монет. Так, ну, то есть тут штаб-квартира. А у этих тут что? Штаб-квартира геодезистов. Штабные офицеры анализируют топографические данные, прокладывают пути и оптимизируют логистическую поддержку и исследовательских экспедиций. А, ну тут подожди. Тут вот... Тут скорость исследований незначительно увеличена. Стоимость значительно снижена. А здесь как бы просто типа уменьшена. Вот тоже вот непонятно, как бы это... Это на сколько? Незначительно. Ладно, что у нас тут есть ещё? хаос дистрибьюшен. Так, что? Почему у этих нету никаких предложений? Так, давайте посмотрим. Да, вот у меня с этими тёрки тут есть определённые. Так что, если вот, допустим, я вот этих выберу... Доступное жильё. Жильё предоставится в зависимости от суммы... От того, сколько человек вносит в казну города. Люди, которые не могут позволить себе внести свой вклад, останутся без жилья. Тепловые марки. Доход на душу населения немного увеличится. Доступность убежища значительно увеличена. Давайте это изучать будем. Так, и вот сейчас вот до 50 доведём, и можно будет вот этот район расширить. А когда район расширяется, он ведь получается... Тоже не функционирует какое-то время. Так. Так, тут какое-то предложение внесено. Время исследований уменьшено. 52 за. Ну давай. А, ну тут сразу же, да, будет принят закон, потому что изначально большинство было за. Так, у меня сколько? Шесть недель осталось так-то. А сколько тут перезагрузка идёт? Десять недель. Ну понятно, короче говоря. Вставят мне, короче, айсблады. Потому что... Ну а что я мог сделать? Что я мог сделать? Надо было принимать... Так, ну вот смотри, сейчас выработка 570 идёт. Вот если я сейчас увеличу размер... Она вроде бы не... А чего-то она не работает опять. Чего-то вам не хватает. Почему производства нет? Как-то отключается или что? Ну и, видимо, вот этих тоже не хватает. Да, накосячил я маленько. Ну, вроде как критически ничего такого нету. Чё такого серьёзного вроде не происходит. Ну, опять же, первый раз, да, непонятно было, как... Как это всё делать. Да, ну да, короче говоря, сейчас мы не сможем проголосовать. А чё с домами-то какая у нас опять проблема-то? Так, немножко повысили здесь, да? Всю эту историю... Ну, сейчас уже всё, практически, вон, 14 дней осталось. Так, это что такое? А, это вот... Подожди. Я смотрю, тут что-то бурлит. До этого я это не замечал. А это как раз такие напряжения. значительно увеличено от сильного холода. Увеличено от мелких преступлений. От какого-то среднего рвения технократов. И, типа, большого рвения вот этих ребят. Ага, то есть, вот этих тоже, видите, в зависимости от отношений. От отношений, вот я могу их отправить всех на охоту. Нужно публично поддержать. Ну, пусть они, короче, выберут следующий этот. во, видите. Правда, мы все равно не успеем. Теперь сейчас наша очередь решать. Я надеюсь, что они не проголосуют за что-то тупое. да, короче, сейчас обещание не выполнится. О, там еще будет вьюга, смотрите, впереди нас ждет. А это уже какая неделя будет? А, ну вот как раз 33 человека заболело и не могут работать в городе. У меня, кстати говоря, есть, я могу поставить в городе госпиталь. Всего 100 марок стоит вот этих тепловых. Ну, построим сразу же. где-то у меня вот этот, по-моему, базовый первый район. Вот этот, по-моему, у меня. Да. Здесь еще вот этот исследовательский институт стоит. Давайте в нем тогда госпиталь и воткнем. Все. Класс. Надо было, конечно, пораньше это сделать. Обещание ледяной крови нарушено. Ледокровные. Ледокровные можно их называть, да? В ярости, что вы нарушили свое слово. Теперь они смотрят на ваше правление более негативно, сомневаются в вашей честности, потому что вы нарушили свое обещание. Доверие падает. Ну, вроде не критично. чё-чё-чё-чё-чё-чё? А, типа они получат шесть мест в Совете. 39, 41. Технократы. еда заканчивается две недели. Так, сейф пошел. Еды на две недели. У нас неделя 211. А потепление когда? Просто я сейчас вот эту запущу. некоторые... Ага. 301 человек замерзли до смерти. Блин. Вот просто блин, как-то вот ну понятно то, что видите, сейчас идет меньшее количество тепла, в первой части было понятно конкретно, да, какие там, условно говоря, дома и какие люди заболевают. тут как бы внезапно несколько сотен человек погибло. Хотя по идее они же сначала типа как быть замерзшими и только после этого 3 недели. 3 недели. И только после этого как бы они должны умирать. Ведь так ведь это работало в первой части. Сначала заболеваешь, потом умираешь. этот холод он убьет нас всех ну жалко конечно ну блин что делать смерти за холода проблема городе стюарт недавняя волна холода унесла в городе много жизни людей находили замерзшими не только на открытых улицах мы в некоторых домах на рабочих местах горе наполняет воздух а под ним скрывается скрытый гнев люди боятся что ужас прошлых лет вернется под вашим руководством не хотят чтобы совет гарантировал что новые законы помогут помочь в борьбе с этим кризисом напряжение растет люди будут замерзать до тех пор пока не сойдет холод холод смерть и ухудшает отношения со всеми как следствие доверие падает я понимаю я это понимаю так мне главное чтоб вот короче когда здесь будет 217 можно вырубать чуть-чуть стандарт стандартные разведчики были включены в повестку дня не общать дадут да видите за то что доверие в городе падают вот мне мне тяжелее как бы проталкивать какие-то законы становятся блин это любопытно и это мы с вами играем на среднем уровне сложности я напоминаю да то есть я спецом как бы мак максималку сразу не ставил максималку сразу не ставил чтобы чисто посмотреть как это все у нас тут будет работать происходить так ну вот вроде дарс должно стать полегче две недели он живет и тучки по моему уходят все сейчас станет тепло 2 2 недели буквально подождать все шторм ушел все негативные эффекты отключены ну это конечно такой себе опыт неприятный был я вам хочу сказать максимально неприятный неприятный так я же построил да я построил госпиталь вроде как работает так что у нас здесь белая мгла ушла пережили этот шторм но он был относительно недолгим когда придет следующий будет еще хуже в прошлом белые типа белая мгла сверей на нет все наши попытки расширения мы не должны позволить этому случиться снова нужно найти постоянный источник топлива прежде чем нашем пути появится другой более серьезные проблемы наши экспедиции за группы должны поторопиться гроза прошла это только вопрос времени когда нас поразит еще один вывел бирайдин так ну во первых что здесь управляем экспедицию сюда 10 человек так хочу блокит байды storm все же можно уже или чё или типа она вот тихонько уходит и сейчас станет недоступно что пока такое чувство что мы не можем так там сделали новое улучшение так что дальше может быть на общество что-то изучить потому что это как бы можно потом в совете голосовать юз это это по-моему молодость как можем превратить нашу молодежь хороших граждан а liberated свободная молодежь молодым людям предлагают соэкспериментировать будучи свободными произвольных как ограничение и суждение доверия немного повысится ну типа молодь молодежь которая типа почитает старших там правильная молодые люди участвующие волонтерской деятельности под руководством старейшин который учит их моральным ценностям процент активных работников немного увеличен преступность немного снизилась тут это доверия ну давай давай вот за за этот закон проголосуем чтобы эти были тоже довольны они недовольны же вечно у нас так 183 кстати говоря мне накоплено и тут как бы два вопроса сколько у меня там мест в домах не хватает 33 то есть такое чувство что-либо района 5 а я вот этот не расширял давайте расширимся 1 2 3 давайте расширимся и у нас вот этот субсидированный дом есть кстати говоря его аж сюда можно ставить в индустриальный район очень интересно кстати я же ведь еще что-то типа на еду хотел чтобы она заполнялась да хотел но это было давненько так давайте вот проверим наши тут все работает на максимум тут как бы работает на максимум здесь вот можно второе здание какое-то построить она вроде копится накопится будет заполнена через 24 недели то есть это 200 246 будет день в принципе можно еще один такой же поставить накопитель так хочу почему а вот стоит он 150 а можно вообще посмотреть она мне сейчас вот это изучается так выживание во первых вот здесь вот здесь вот выхода больше кстати говоря у угля то есть у нас сейчас вот это вот какая-то пылевая при которой остатки угленной пыли всасываются прессуются в брикет для максимального использования ресурса а здесь что у чашлака да здесь как бы загрязнение увеличивается но при этом при этом выработка растет а есть что-то еще так что это у нас передовые угольные шахты как можно добычу улучшить добычу угля глубокая угольная шахта требуется добывающий район специализированная шахта использующая большой вертикальный ствол для обеспечения лучшего доступа к угольным месторождениям а будет требовать больше спроса по материалов но при этом добычу вырастет у этих одинаковая да так а у этих у технократов и у машинистов это у нас взрывная угольная шахта операции с использованием взрывного бурения для быстрой разработки глубоких залежей угля за счет значительного количества отходов и дыма требования сотрудников меньше производства больше на загрязнение больше при этом а здесь это просто будет требовать материалы ладно значит ждем исследования это во-первых во вторых да все таки наверное надо будет поставить сейчас за 150 как бы склад новый для угля я думаю это это будет необходимо я посмотрим как она работает как она себя там проявит так давай ускоримся да ё-моё вы чем все там все недовольны то стали что что я должен делать то что вы были довольны скажите мне пожалуйста машинисты стали недовольны напряжение вроде бы спадает блин как будто в первой части мерид бэйс хаусинг а ну это сейчас опять какое-то голосование так блин я вот самое то что смешное же представляется зависит а мы разве вот вот за это не голосовали что лили как ну ладно допустим допустим так я хочу вот за вот это проголосовать так а у меня получается там же по-моему была возможность там вести а ну видимо сейчас у меня нет возможности вести переговоры ну допустим но мы сейчас не проголосуем скорее всего не проголосуем так значит дам ставим вот это здание сюда 22 неделя так здесь расширили расширили или нет дожди или его типа дважды можно расширять двадцать восемь домов еще надо все люди выздоровели это хорошо так что у нас здесь там экспедиция идет я так понимаю хорошо остальные чем занимаются таскают уголь ну пусть таскает я кстати говоря хотел же пищу вот эту штуку перестроить до либо мы ее можем я так понимаю расширить и добавить здесь нужное мне здание тогда этих разведчиков станет еще больше что нужно леонард фовлер 21 год рабочий котельной короче говоря бесполезные инновации у нас появился механический кочегара меня повысили до его оператора наконец-то прогресс больше никакой тяжелой работы для меня вместо этого я просто дергаю ручак хотя бы лопаты научили чё хотя работа лопатой научил меня уважать мисс эпплтон которая прогоняла нас когда мы играли с нажимной пластины открывающий дверь нашего дома ну типа нам нужно больше вот этих всяких механических штук в нашем городе короче ему нравится то что типа с город по пути прогресса идет я рад что тебе это нравится и от этого не жалко не жарко не холодно скажем так так давайте наверное все таки сначала разрешим кстати на секунду хочу вернуться я же правильно понимаю что все мы как бы потеряли вот эти вот ядра которые у нас были и я их больше не смогу да нигде найти да то есть они их типа бросили и они были потеряны ну будем знать будем знать и когда игра выйдет мы такой ошибки не сделаем так еще раз еще раз увеличиваем город таким вот образом накапливаем уголь так часто надо будет новую технологию изучать 28 так что у нас тут до изучили там кита отношения с молодежью так вот это вот я хотел до продвинутые 103 ага из а еще и смотрите да конструкция требует 25 ядер и денежек 25 ядер и денежек а у меня как раз таки 25 ядер есть кей не так все просто так 28 сейчас посмотрим как расширение здесь сыграет 5 опять всего расширение 5 добавляет так насколько мне там осталось блин надо тогда ты его таких у дом поставить а чё кстати может тут есть какое-то еще где вот у нас эти дома здесь вот а вот есть 15 есть вот по 15 человек ну тоже такое дома рабочих или типа рабочая деревня субсидируемый жилой комплекс обеспечивающий комфортное жилье работникам и членам их семей в непосредственной близости от места работы а она это типа эффективность производства будет увеличена ну понятно так а здесь это у нас что это ну типа рабочее общежитие пансионат которым размещаются одинокие работники рядом с места работы чтобы ограничивают поездки на работу повышает производительность эффективность эффективность значительно увеличивается но это на эффективность не совсем то компенсация работаем равная оплата труд есть труд и поэтому все будет зарабатывать одинаково это устранить разногласия между рабочими элитой доверие повысится тепловые марки снизится здесь эффективные бонусы бонусы за эффективность для стимулирования конференции где будет город будет платить типа дополнительный бонус людям кто работает более эффективно и тут типа выработается выработается повысится эффективность блин вот я думаю как бы здесь и доверие вырастет что средний горожанин думает о тебе и как типа типа уважает тебя понятно ну да то есть как бы какие-то законы будут нравиться всем какие-то не будут нравиться никому нормальная история такая да так долг мейнтенс это у нас в обязанности по техническому служу кто должен нести бремя содержания каждый должен разделить бремя содержания городской техники инфраструктуры потребность материала значительно снижается а это у нас что непродуктивное обслуживание работники которые и и работники которые не выполняющий норму должны оставаться после смены для ремонта техники инфраструктуры спрос на материал немного снижается эффективность производственных ресурсов немного увеличивается а то короче давайте вот это наверное сначала что бы типа доверие повысить а то что маловато всем доверия будет заполнена через 27 недель так а больше то у меня нету да до угля больше нету так я еще хотел вот это расширить и поставим там здание специально чтобы у меня были вот этих вот исследователей больше так ну да вот это типа дьютифл юс на голосование выставлено ну блин сейчас наверное не получится не знаю давайте попробуем из-за того что доверие низкое ко мне видите не не добираем нужное количество не добираем так и вот здесь вот эти говорят производства скажем так слабенькая что сюда можно добавить еще одну механическую такую штуку что этот район наверное хотелось бы как-то расширить она сначала с материалами что-то придумать будет потому что потому что если это не сделать то материалов там как бы iron walk вот-вот воркс наверное надо посмотреть так какой оптимальный путь делать материалы из дерева дерево водка с необычными бревнами изделие из дерева в которых отсутствует какая-либо химическая обработка что увеличит выход материалов но подвергает людей воздействие спор плесни грибков давайте бы болезнь повышенная а она это тоже уже какое-то улучшение за ядра идет да из опилка не обработаны древесины а это у нас что такое а но это это типа создавать уголь из древесины понятно создавать уголь из древесины ладно пока не буду не буду делать то есть можно на самом деле просто добавить район либо добавить еще вот такую вот здание дерево у нас где еще растет вот тут растет дерево можно его сюда начать добывать только естественно нужно расшириться естественно нужно расшириться а я еще планировал вот эту штуку поставить да до 15 человек чтобы они как раз такие или здесь 10 10 человек мне хватит тут вообще 5 работает тут 10 работает тут тоже как бы требуется 10 но мы можем допустим каких-то ребят отправлять куда-то здесь требуется аж 40 человек тут 20 тут 40 тут 10 10 лучше конечно на 15 ставить потому что условно 5 человек могут там взять какие-то товары с ними пойти обратно с десятью людьми мы можем как бы продолжить наши какие-то исследования так да ё-моё почему не переключается то здесь почему не переключается чем проблема до стрел логистик она реально не переключается не нажимается очень странно так да и тут у нас еще не готов так а сколько блин не посмотрел сколько нужно для строительства 120 ну значит ждем 120 так это что у нас это набирается 55 недель будет заполнена ну такое ставим то протест опять протесты ну чё люди идите на улице требуйте изменений технократы начинают протест как вы задолбали как и задолбался это переводить не требует чтобы отменили переработку тепла и разрушили теплицу с барабанами для биоотходов они опять месяца еду заблокируют чем прикол то есть в чем прикол то есть они хотят чтобы я вот это тип и снес репил хэт ресайклин реально умучили запарили уже сколько можно и там у нас на производстве еды вот она эффективная так-то работает по 80 дает не какую-то хрена тень предлагают сделать абсолютную придурки еще блин из-за них этот страдаем что обещает стюарт это нонсенс это не нонсенс это хрен тень какая-то так как quality pay это еще у нас что это за исследование с было вот это по-моему да ну да так давайте теперь тогда с едой смотреть что у нас тут значит тут у нас какие там типа можем ли мы собирать больше еды из морозных земель блин уже 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 по моему все уже уже этот лыка не вяжет и что-то я этот начинает тупить смотрю в текст и вот реально просто такой что что от меня хотят ну типа ангары для хороста как нам сыр и больше еды в мою типа в морозных землях ангар для очистного комбайна аэродром с которой комбайн управлять морозный край чтобы убедиться что все остатки или извлечены доставлены сортировки специальные сортировочные помещения в кино сбора урожая увеличены вот а это кстати говоря вот этот значок это видимо именно показывает что это будет типа новый новый тип зданий которые можно будет строить так а это у нас в чем разница ангар для очистного комбайна а комбайна это наверное просто типа ангар для харвистера сбора урожая немного увеличен а тут эффективность очень понимаю в чем в чем суть в чем разница и тоже кстати говоря требует требует денег за исследования я не хочу это делать ладно давайте тогда вот эту штуку изучим требует больше тепла меньше рабочих и меньше еды из нее выходит тут ну что как она называется химическая это теплица теплица промышленного размера которые химические питательные вещества вводятся в катки сельскохозяйственными культурами для ускорения их роста давай вот это вот изучим тогда в таком случае с едой проблемы из-за вас будут придурки что под конец до вот этих трехсот недельчатки это проблемы появились тут и там и денег не хватает тут мы проголосовать не можем потому что время как бы идет так надо тогда знаете что нужно срочно видите они как бы вот у меня одно место для сбора еды и они его блокируют а надо видимо тогда иметь два всегда место условно игра всегда была возможность добывать еду где-то в стороннем месте давайте тогда пробиваться вот сюда что ли я не знаю потихоньку а второе смогу запустить она пока они тут не пробьются не смогу я это сделать а я вот не могу их просто вот сейчас вот пойти разогнать ну вот просто это не так работает что там тебе надо продолжающийся протест стюарт если вы не хотите вести переговоры с протестующей фракции стража может их разогнать однако если вы улучшите отношения протесты тоже прикатятся можно представлением повестки дня это справедливый способ типа понятно так тут вот идет накопление это хорошо значит с домами по-прежнему проблема я таки не решил ее вернее там видимо население немножко выросла так отлично здесь немножко пробились давайте здесь еще пробьемся вот так вот все и сейчас сделаем тогда еще один район для еды так вот опять прибыли опять не было уведомления ее мое то есть она вот подсвечивается золотым таким цветом это конечно все здорово и круто но блин и вот тоже вот да вот эти вот старые места которые мы уже с вами осматривали вот почему здесь нету какого-то значка чтобы я сюда повторно не тыкался то есть как бы это же логично логично так давайте смотреть поджидели мы здесь были да это мы это мы уже читали вот вот я забыл я думал что могут это прям большой регион открыли но нет это я до этого открывал вот она точка который нас интересует чем жидкая надежда на фоне длинной бесконечно белизны не мы видим черную лужу может здесь может типа здесь есть нефть получить доступ расследовать вау разрушенный берег основана типа колония с нефтью а все что ли на прикол то есть до 300 недели я не доиграл то есть можно было до 300 недели условно говорят дальше играть пока не дойдешь вот этот вот колонию с нефтью нашли нефть это безошибочно узнаваемый черный цвет сочащийся из естественно отверстие в земле приятно зрелище смягченная мрачным состоянием окрестностей из центра бассейна типа типа в выплывали дюжины тела разбросанных неряшливым полукругом трупы были облиты сырой грязью животы раздулись от нее кто-то умер спокойно кто-то умер от рвоты все умерли добровольно и могильники массового соумбийства безумного культа боготворившего природный источник нефти его более чем достаточно для питания генератора молодец стюард вы достигли одной из двух основных концовок предварительного просмотра фрестпанк 2 приглашаем вас снова погрузиться типа в дела города познакомиться с различным мировоззрением фракции наверняка там осталось много секретов ожидать еще больше исследований фракции драматических событий после выхода игры 25 июля 2024 года спасибо за игру превью заканчивается здесь но срок полного чего вашего стюарда еще не истек увидимся на релизе всего наилучшего от студии eleven bit прикольно кстати говоря заставка вот с этим с пролетом это вот в первой части такие же были заставки на движке игры и здесь собственно говоря то же самое а я думал на самом деле нам нужно какие-то три задачи выполнить вот которые основные у нас были но видимо что-то нужно было выполнить одно и я так и не понял я так и не понял то есть все таки про нефть люди знали по лору получается мы просто некоторые вот в какой-то культ образовались и начали ее хлебать что хочу сказать что хочу сказать я доволен я доволен честно говоря это вот то наверное продолжение которое должно было выйти то есть если бы было как в первой части было бы не так интересно здесь все по-другому все это интересно изучать ветка исследований как мы с вами выяснили немножко переработана добавлены вот эти фракции вот этот вот совет и я так понимаю это будет одна из самых сложных частей игры потому что нужно будет между ними лавировать постоянно и это как вы увидели сложно ведь они тут недовольными стали и это у нас всего-то четыре фракции было а так то я так понимаю их будет еще больше там видим видели же да сколько там пустых вот этих кругляшков то есть это же жесть какой винегрет будет и у них там разные представления же будут о том как развиваться выглядит интересно выглядит интересно конечно же и видите еще вот мы только-только добрались до основания какой-то колонии постоянной дополнительной и вот видите нам сразу же отрубили эту возможность посмотреть что то что там будет дальше потому что дальше видимо там что-то совсем новое какая-то механика который не было в первой части то есть по факту все что мы с вами вот в течение вот этих вот шести часов да здесь в превью посмотрели это по факту просто 1 механики из первой части только они немножко переделаны но в принципе все то же самое да то есть ты проводишь исследование ты строишь районы ну вернее вместо зданий тут теперь районы здание тоже какие-то остались но они чисто для районов теперь строятся и принципе все то же самое вот там уже дальше это вот уже пошел какой-то видимо другой геймплей какая-то колония опять но опять же не знаю может просто условно говоря там оттуда можно будет качать нефть и все как бы ничего там не будет не знаю мне 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 пока все нравится мне пока все нравится вот я я конечно же буду ждать эту игру обязательно потому что она мне интересно все что вот я увидел это действительно интересно видите даже немножко пошли какие-то сложности которых как бы в первые четыре часа в принципе не было дальше уже пошло поехала да конечно есть какие-то недочеты мелкие которые вот я подмечал по ходу нашего прохождения но не сильно существенно я думаю не сильно существенно что еще что еще да все собственно говоря да кстати вот было сказано про 25 июля но если вы обладатели делюкс издания то доступ к игре откроется уже по моему 23 числа за двое суток то есть там уже будет полноценный сюжетный режим доступен и можно будет начать играть так что ждем ждем в любом случае вот не знаю поделитесь своим мнением в комментариях всегда интересно почитать ваши мысли и подискутировать с вами так или иначе вот но пока что интересно пока что интригует но опять же все выводы об игре будем делать после того как она выйдет и после того как мы ее пройдем а сейчас как бы делать какие-то выводы но собственно говоря мы их сделали но это все равно какие-то предварительные мысли они окончательное мнение об игре как то так ну что ж на этом все на сегодня заканчиваю и прощаюсь с вами и с из бета и фростпанк 2 ты были замечательные шесть часов которые провел с удовольствием не забывайте оценивать комментируйте видео подписывайтесь на канал если вы оказались здесь в первый раз жмите на колокол чтобы не пропускать выход следующих серий ссылку на плейлист с прохождением фростпанк 2 с текущей бетой и с будущим полным прохождением вы найдете в описании под видео там же вы найдете ссылки на группу вконтакте и на телеграм-канал сегодня все микрофона был хью до новых встреч увидимся и пока пока